Бэтмен Аркам Асайлум Напомню, что игра начинается приездом Бэтмена в психиатрическую клинику Аркам Асайлум, больше похожую на тюрьму для сотен самых опасных преступников Готэма. Именно туда он привозит безумного злодея по кличке Джокер, у которого это первый этап в сложной операции по устранению Бэтмена. В клинике Джокер берет власть в свои руки и выпускает на волю целую армию безжалостных психопатов, мутантов и садистов. Бэтмен, впрочем, отлично подготовлен. Например, в любой момент вы можете включить так называемый режим детектива. Это рентгеновское зрение, показывающее всех злодеев на уровне. Важнейшая вещь для неторопливого прохождения в стиле стелс-экшен. Именно здесь блестяще показано, почему Человек-летучая мышь вызывает такой ужас у суеверных бандитов. Но не стелсом единым хороша местная игровая механика. Против невооруженных преступников Бэтмен идет в рукопашную. Он может похвастать внушительным арсеналом мощнейших ударов, зрелищных просков и эффектных комбо. Таким образом можно одолеть даже группу преступников. Эта система называется Free Flow Combat. Она связывает между собой разнообразные приемы, добиваясь наиболее эффектного результата. Управление самое простое и понятное. Режимы легко переключаются между собой. Игра изящно балансирует между стелсом и самым зубодробительным экшеном. Графика великолепна. Начиная от мрачных коридоров клиники до самых детальных моделей людей. Своего собственного стиля и атмосферы игре не занимать. Великолепный образец современного игрового дизайна. И напоследок немного о боссах. Кроме самого Джокера в Варкам Асайлум присутствуют практически все главные злодеи Готэма, хорошо знакомые любителям комиксов. Например, Харли Квинн. Ловкая акробатка, мастер смертоносных ножей и верная помощница Джокера. Еще одна девушка – Пойзон Айви, ядовитый плющ. Умеет использовать не только отравленную пыльцу, но и мощь растений. И, наконец, Пэйн. Эта чудовищная груда мышц на стероидах – самый сильный преступник в мире, не раз побеждавший Бэтмена в комиксах. И я еще не рассказал про мутанта-крокодила и многих других монстров рангом пониже. Никаких сомнений, перед нами один из главных хитов года. Явный претендент на самые высокие звания и титулы. Разработчики сумели придумать не только безупречный боевик, но и создать, пожалуй, лучшую игру по мотивам популярных комиксов – Мегаким. Не пропустите дальнейшее видео.